Глава двадцать четвертая. Дни пения. Биби невероятно повезло, что она так вытянулась и стала такой худенькой, что ее, пожалуй, можно было продеть через обручальное кольцо. Если бы нет обстоятельства, она никогда бы не поехала в Кройцнах и Выдор, не познакомилась бы Сулы и Али и не узнала бы, что такое дни пения. В один прекрасный субботний день великолепный автомобиль остановился у школы. Отец Аниела приехал из Берлина для того, чтобы отвезти двух девочек в Кройцнах, самый длинный и самый красивый дорогой, то есть через Кёнигштайн и Визбаден. Биби, конечно, выплакала целую лужу слез, когда пришло время прощаться с совами, оленями, Паулюсом, школой и друзьями со всех концов света. Но солнце, способное высушить не только росу и мокрое белье, вскоре высушило слезы Биби. И теперь две подружки сидели в машине, а мир мчался им навстречу с распростертыми объятиями. Девочки выпросили разрешение сесть впереди и рядом с шофером, несмотря на то, что сзади было достаточно места. Была суббота. Знаете, что странно? В Германии, и все, кроме самих немцев, это прекрасно знают, так вот, в Германии два дня в неделю поют. Так-таки и поют, спросите вы. Да. Пять дней недели – самые обычные дни. И называются понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. И в эти дни ничего особенного не происходит. Но в субботу и воскресенье в Германии поют. У немцев не получается говорить, но зато получается петь. Они поют от восхода и до заката, а с ними поют все реки, все горы и все дороги. Биби с Аниелой не были немками, и поэтому они сразу поняли, что суббота – это день пения. Но они даже не представляли, что суббота может петь так громко и так восхитительно. Машина издавала свой собственный тихий звук. Она пела, как положено машине. Ветер, поглаживающий горные вершины, пел по-своему, как положено ветру. Но сквозь гул машины и взвывания ветра слышалось настоящее пение. Пение субботы. Биби и Аниелы всю дорогу сидели рядом с шофером, не шелохнувшись, и не проронили ни слова. Они слушали. Биби казалось, что ее платья поют, что ее волосы поют и что даже ее кожа поют. Вскоре Биби услышала, как субботние песни подпевают камни у дороги и облака в небе. Машина поднялась на высокую гору, и перед девочками открылся мир, похожий на зеленый водопад, разделенный посередине меловой линии. Это была дорога. Машина помчалась вниз, словно собиралась нырнуть в сверкающую синеву Рейна. Но в самый последний момент, не доехав до реки, шофер повернул вправо, и теперь машина заскользила вверх по склону межзеленых виноградников. И Рейн снова превратился в блестящую голубую ленту. Рейн. Биби столько всего слышала о Рейне о замках баронов-разбойников, которые сидят на скалах, словно ведьмы на своих метлах в альпургиевую ночь. Она также слышала о коварной Ларелеи с длинными золотистыми волосами и о том, как та сидела на вершине скалы и заманивала мужчин в реку, чтобы те утонули. Правда, Биби никак не могла взять в толк, почему мужчины не плыли обратно к берегу. Сама она всегда оставалась в верной реке Гудена, самой длинной реке Дании и такой широкой, что ее могли переплюнуть только самые искусные плеваки. И если бы кто-нибудь предложил ей поменять Гудена на Миссисипи или на Вогу, Биби возмутилась бы. Но в тот вечер, когда она впервые увидела Рейн, Биби подумала... Впрочем, я не знаю, о чем она подумала. Машина мчалась по холмам и, наконец, остановилась в маленьком городке под названием Рюдесхайм. В Рюдесхайме выращивают виноград, из которого делают вино под названием Рюдесхаймер. И это вино волшебное. Выпив всего бокал, становишься таким счастливым, как будто во всем мире нет больше ни печали, ни страданий, ни горя. А когда люди в Германии счастливы, они просто не могут не петь, хотят они того или нет. И поскольку все жители Германии, ну или почти все, решили отправиться в Рюдесхайм именно в эту субботу, и поскольку все они выпили этого волшебного вина, то, как вы понимаете, все они были невероятно счастливы. Настолько счастливы, что совершенно забыли о том, что Германия очень бедная, и что всем им приходится трудиться, не покладая рук для того, чтобы собрать деньги, которые их страна должна выплатить другим странам. И раз уже большинство немцев рождаются с песнями во рту, можете себе представить, как красиво пели в ту субботу в Рюдесхайме. Наши путешественники остановились во дворе крупного виноторговца и припарковали машину среди множества других машин, брусчатки, тачек и винных бочек. Аниела, ее отец, Биби и шофер все вместе отправились в гостиницу под названием «Старый пахарь». Гостиница была битком набита людьми, с потолка свисали бесчисленные гирлянды шарами из цветного стекла со свечами внутри. Все свечи горели, несмотря на то, что был день. Люди сидели за столами, обнявшись, либо держали друг друга под руку, и перед каждым стоял высокий зеленый бокал с волшебным напитком. Хозяин обходил гостей и дарил каждому небольшой песенник. По залу также расхаживали музыканты – скрипач, аккордеонист и флитист. Вдруг кто-то выкрикнул номер из песенника, музыканты заиграли и вся гостиница запела. Люди раскачивались из стороны в сторону, как тростник на ведро. Когда песня закончилась, зазвучала другая, а когда музыканты взяли паузу, чтобы настроить инструменты, с улицы стали доноситься другие прекрасные песни. Окна гостиницы были распахнуты настежь, и люди, перегибаясь через подоконники, заглядывали внутрь, подпевали и пили с ближайшего протянутого им бокала. У Биби и Аниела от крепкого вина головы пошли кругом, и девочек так зашатало, что отец Аниела решил вывезти их на свежий воздух. На узких извилистых улочках из-за наплыва поющих людей шагу негде было ступить. Девушки в тонких ярких платьях и с цветочными венками на головах спускались с холмов, поросших виноградной лозой. Они тоже пели и покачивались из стороны в сторону. Впрочем, может, эта тропинка под их ногами танцевала в такт песни. Дети бегали вокруг с разноцветными воздушными шариками в руках, словно боялись, как бы взрослые их не растоптали. Биби была вне себя от радости. В глазах у нее щипало, как если бы кто-то рядом чистил лук. И слезы текли по щекам, хотя повода для грусти не было. Просто все это было неописуемо красиво. И карусель там тоже была. Тогда отец Аниеллы, который так мило держался, что никто бы не поверил в важность его дипломатического статуса, предложил нанять лодку и покататься по Рейну. Они поднялись на борт маленькой моторной лодки, и у Биби перехватило дух, когда она увидела сотни тысяч лодок, пароходов, яликов и байдарок, снующих вокруг. На реке их было так много, что воды почти не было видно. И если протянуть руку, можно было коснуться другой лодки или, к примеру, байдарки, с торчащей из нее половины человека. Потому что нижняя его половина то ли потерялась, то ли скрылась под водой. На месте байдарки могла казаться весельная лодка с целой семьей, на которой не было ничего, кроме темного прянично-коричневого рейнского загара. Одна такая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул смуглый мужчина, помог жене и детям выбраться на сушу и встал перед ними, пока не надевали купальные костюмы. Потому что во время купания, конечно же, нужно быть во что-то одетым. Они все прыгнули в воду, немного поплавали, после чего снова выбрались на берег, стянули с себя мокрые вещи, сели в лодку и поплыли дальше, прянично-коричневые и совершенно мокрые. Рейн пел. И люди пели. Из холмов доносились грубые голоса разбойничьих замков. В воде пела рыба. Рыба, которая вообще-то должна молчать, как рыба. Но тот, кто верит этой поговорке, наверняка никогда не был на рейне в день пения. В Египте носятся со статуями, которые вроде как поют на восходе солнца. Ну что за ерунда? Представляете, проделать такой путь, чтобы всего полминуты слушать, как поет пара статуй. В то время, как в Германии поют целых два дня в неделю. Внезапно Биби почувствовала страшную тоску по своему папе. Может, он как раз в эту самую минуту купается в Ниле. А может, сидит на вершине пирамиды и смотрит на север. Или бродит глубоко под землей в одной из царских гробниц. Которую Биби, кстати, тоже хотелось бы однажды увидеть. Отец Аниеллы когда-то говорил, что хочет проехать всю Европу на машине, а потом перелететь в Средиземное море и приземлиться в Египте. От этих мыслей Биби почувствовала такой большой комок в горле, что ей стало тяжело дышать. Но потом она снова начала петь. Ей показалось, что папа держит ее за руку. И все просто замечательно. Лодка причалила к берегу. И там их уже ждала машина шофером. И как только ему удалось подогнать сюда машину, ведь вся дорога вдоль берега реки была запружена людьми и повозками. И если кто-то один останавливался, останавливаться приходилось всем. И тут вдруг на противоположном берегу Рейна запели песню, которую немцы любят больше всего на свете. Песню, которую каждый из них хотел бы услышать перед смертью. Песню, от которой на глаза наворачиваются слезы, хотя ты не понимаешь почему. Но никто не стыдится этих слез. И все стали подпевать. Пели на двух берегах Рейна и на самом Рейне и в горах только эту песню снова, снова и снова.